Привет, друзья! 5 признаков квартир, от покупки которых нужно отказаться. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корцакин. Поехали! Покупая квартиру, люди часто радуются этому событию, но зачастую упускают важные моменты, которые в будущем могут принести много неприятностей. Давайте разберемся, какие опасности подсерегают на пути к заветной мечте и поговорим о ситуациях, когда стоит отказаться от покупки недвижимости. Недвижимость приватизирована недавно. Если приватизация квартиры была проведена несколько месяцев назад, то у продавца необходимо запросить справку о количестве проживающих человек на момент приватизации. В архивном документе могут обнаружиться лица, которые не указаны в числе собственников, и если прямо перед приватизацией кого-то выселили, то такой сделке лучше отказаться. В этом случае очень высок риск, что после совершения сделки и передачи денег неучтенный жильец объявится с сыском. Случаи, когда людей выписывают незаконно, встречаются нередко. Кроме того, по предлогам отказаться от приватизации, а потом передумал, может скрываться банальное мошенничество. Цены ниже средней. Это подозрительно. Если цена на недвижимость слишком низкая, то уже должно вас насражить. Понятно, что у людей, продающих свое жилье, могут быть разные жизненные обстоятельства. Кто-то действительно готов максимально сбить цену, чтобы ускорить продажу, но это, скорее всего, миф. Чаще всего, квартиры по низкой цене являются либо объектом в цепочке мошеннических сделок, либо у такого жилья имеется серьезное обременение в виде долгов или долевых собственников, которые не желают продавать свою часть. Обратите внимание, если объект покупался и продавался несколько раз за год, то продавец явно лукавит и старается нажиться несчастным путем. Возможно, злоумышленники получили недвижимость незаконным путем и теперь стараются быстрее ее продать, и даже сразу нескольким покупателям. Квартира ранее была куплена на средства материнского капитала. Основное условие использования материнского капитала – это покупка недвижимости и улучшение жилищных условий. Помните, что живое помещение оформляется на всех членов семьи. Включая несовершеннолетних детей. В этом случае сделка по купли-продаже может быть осуществлена только с разрешения органа опеки. Но даже если у вас есть на руках это разрешение, то нет никаких гарантий, что впоследствии опека не будет оспаривать эту сделку. Второй вариант – недвижимость не оформлена на детей, но куплена на средства материнского капитала. В этом случае продавец нарушает закон, и ему грозит иск со стороны органов опеки. Если купить такую квартиру, то вы наверняка станете участником судебных разбирательств. В квартире прописаны дети. Ознакомьтесь с предпокупкой недвижимости, с выпиской из домовой книги, где будут указаны все лица, зарегистрированные в квартире. Если в документе указан несовершеннолетний ребенок, то это повод задуматься, не пытается ли продавец с помощью этой сделки выселить ребенка с бывшей супругой. Суд всегда ставит на сторону несовершеннолетних. В итоге такую сделку купли-продажи могут признать недействительной. Обязательно запросите у продавца подтверждение, что он состоит в браке с матерью ребенка. Квартира перешла по наследству или получена в дар. Дарственные квартиры покупайте, но только через год, после оформления дарственной. В соответствии с частью 2-й, 181 Гражданского кодекса, исковая давность по спорным сделкам составляет 1 год. Это значительно снизит вероятность, что сделка будет оспорена. Возможно, не все наследники успели заявить о своих правах. В итоге вас могут ждать судебное разбирательство. А через 12 месяцев после оформления и перехода по наследству вы уже ничем не рискуете. В любом случае, при совершении сделок с объектами недвижимости не торопитесь и все тщательно взвешивайте. Проверяйте документы и не стесняйтесь спрашивать продавца по поводу странных и интересующих вас моментов. Если закрали сомнения, то от сделки лучше отказаться. Если вы ограничены во времени, то обратитесь к риэлтору, но профессиональному или юристу. Они могут быстро забраться во всех нюансах и запросить у госорганов все необходимые документы и подтверждения. Не покупайте кота в мешке, а доверяйте только фактам. А вас я попрошу поставить лайк этому видео, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, и вам придет оповещение о новом видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok